В прошлом году в Государственную жилищную инспекцию Московской области поступило более 22 тысяч обращений, в которых жители региона жаловались на неправомерность начисления платы за коммунальные услуги. В ходе проверок подтвердилось лишь четверть из них. Это начисление по отоплению, начисление по горячей воде и начисление за общедомовые нужды. То есть, когда ресурс потребляется, услуга, при содержании общего имущества собственников квартирных домов. Кроме того, нередко управляющие компании используют неверную форму для расчета платежей и включают в единый платежный документ строки, не утвержденные на общем собрании собственников. Так, в городском округе Истро в платежках жителей нескольких десятков домов появилась графа «Установка общедомовых приборов учета». Сумма в платежках заметно возросла. После жалоб жителей были проведены проверки. В результате удалось добиться перерасчета на сумму почти 2 миллиона рублей. Если устанавливают факт, что нарушение в части начисления или порядка расчета за жилищно-коммунальные услуги, допустим, управляющие организации, то госинспекция выдает предписание. Не всегда управляющие организации согласны с этим предписанием. Они подают суд на спаривание данных предписаний. Впрочем, в 95% случаев предписания госжилоинспекции остаются в силе. Проблемы в городском округе Истро, как и многие другие, в системе ЖКХ удалось решить благодаря форуму «Управдом», который ежеквартально проходит в Московской области. Его первая задача – просветительская работа с жителями. Вторая – помочь управляющим компаниям грамотно построить свою работу. Наша задача, чтобы те компании, которые являются управляющими или ресурсопоставляющими, они понимали, что работать надо открыто, работать надо так, чтобы было понятно, что они делают, на какой базе они формируют те или иные стоимости услуг, и тогда этих вопросов будет меньше. Статистика показывает, жители региона стали чаще обращаться в госжилоинспекцию с жалобами. Во многом потому, что теперь они лучше разбираются в работе ЖКХ. Свои плоды принесли форум «Управдом» и профильные проекты, которые реализует партия «Единая Россия». Но, тем не менее, пока снимать с повестки вопросы коммунального хозяйства «Единороссы» не собираются, работа по совершенствованию этой сферы будет продолжена.